Вы наверняка знаете, что 18 февраля 2022 года от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался актёр Борис Невзоров. После смерти артиста многие начали вспоминать о его прошлой жизни, а именно о его супруге. Борис и Настя познакомились в 1975 году в школе и студии МХАТ, где оба учились в то время. На тот момент парень учился на последнем курсе, Анастасия только поступила. Поначалу молодых людей связывала исключительно взаимная симпатия, но не более того, так как Борис был женат на девушке Марине, и та растила от него сына. Но через время между молодыми коллегами возник страстный роман. Через полтора года у них родилась дочь. К этому моменту они уже успели оформить свои отношения в ЗАГСе. Борис и Настя очень подходили друг к другу и имели одинаковые интересы, понимали друг друга с полусловом. 3 июня 1993 года Анастасия была дома одна. Как позже установила следствие своего убийцу, она впустила в дом сама. Так как знала его и не боялась, им оказался Сергей Просветов, родственник актера Александра Савченко, с которым Иванова играла в одном фильме. К слову, ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за убийство женщин. По версии следователя, Сергей зашел под предлогом помянуть брата, того самого Савченко, который умер годом ради от сердечного приступа. Настя впустила свою убийцу и даже проявила гостеприимство, начав накрывать на стол. В этот момент Просветов нанес в своей жертве ножевые ранения, а потом просто задушил уже несопротивляющуюся женщину. Из дома Сергей унес дешевые безделушки и старый видеомагнитофон. Будучи зависим от запрещенных веществ, он был рад любой копейке. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, а когда выяснилось, кто является убийцей, его уже не было на свете. Во время бытовой ссоры Сергей убил сын любовницы. Анастасию похоронили на старом городском кладбище в Сергиевом посаде. На ее могиле стоит простой памятник из светлого мрамора. На нем уже появились желтые разводы, но все же видно, что за могилой ухаживают. На ней чисто, ухоженно, периодически появляются свежие цветы. На белом камне выделяется темная фотография из альбома, ниже плохо читаемые имя и фамилия, звания, даты жизни. Буквы уже стерлись и узнаваемы только из-за того, что они вдавлены.